сейчас я обращаюсь к вам друзья среди вас уже много испытателей я столкнулся сейчас заказами на черенки и тут выяснилось что вдруг в этом году резко увеличилось количество спроса увеличился на черенки резко несколько раз сразу я создался другой проблемой даже с обидами человек уже хочет и все и тогда я хочу все-таки повернуть ваши оглобли немножко опять в сторону семян почему друзья вот у меня я вам показывал на прошлом вебинаре вот кулечек там 500 косточек вот с этих слив это венгерки синие и 500 косточек с розовым причем розовая слива не имеют права быть на свете потому что они неправильно это вам мерещатся и науке они мерещатся то есть науке они не мерещатся и просто нет природе они вылезли таким путем сливы вот эти вот были привиты на оранжевые абрикосы и получились вот такие предыдущие вот поэтому еще будем говорить там интересы с подход с таким вот а от вас я чисто практически меры прошу принять то есть покупаете такие выращиваете доплодошения они морозостойки их не надо ни на что поливать можно так выросли в принципе им некуда дичать хотя ниже будет написано что они обязательно дичают враги не дремлятся то есть враги не по жизни а враги идейные идеологические вот я вас прошу вот эти раскупить 500 штук вот эти раскупить 500 штук если хотя бы сто десять из них окажутся оранжевые вот мы победили мы вернем опять если вы капали мечурина из могилы то только чтобы снова попинать его и обратно могилу забрать представляете вегетативная гибридация уже наука это же придумать же такое вот он вегетативный гибрид вот она уже наука и так обращаюсь еще раз раскупаете выращиваете я прошу хотя бы несколько человек среди просмотров будет 400 500 это за месяц за полгода несколько дочек найдется это очень важно мне не потянуть все а тут мальчишка 15 лет а вот это для него а он тоже смотрит а может еще есть мальчишка представляете какой путь впереди взятие противничею науку целиком взять вот это все потому что там это и теоретическая дурь когда этого не существует вот вот этого нет когда он брал мне щенки у меня не было я даже не знаю сейчас есть и в природе оранжевые венгерки у меня не было ни одной веточки ни одного плодика когда ему давал он взял чуть не сказал это наглость какая взять привить на абрикосы на бари давайте да это кто-то должен на это все вот это вот все к чертовой матери все это что уже наука ложь уже наука чтобы все это отменить вернуть на нормальный риск а всего-то 1000 костик 500 таких 500 таких вот видите как я уже обращаюсь к вам дальше костик 20 рублей кстати стоит вот ольга исакова я почему возвращаюсь к этой теме потому что их много вы сейчас поймете там ниже будет видно что да у нас теперь своя группа свой коллектив мы своих победу не даем но это мы будем в стакане воды а вообще весь океан это ольга исакова и и эти вот почему я так говорю смотрите я вернулся сейчас поймете вот из-за этого и так если вы каталоге было написано что кошки от сортов не бывает сейчас костик от сортов представляете моносад вот один сор вот я как он может быть вот то что она говорит вот сливы несколько сортов они друг друга опыляет естественно все и никуда от этого не деться но возьмем один точно сорт возьмем вот эту вот сливу вот высадим косточки никогда не некому опылить все они будут точно синие вот и получается они передают качество какие а если вот это вот благородная слива такая благородная пылит ее она что обязательно получится что внимание 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 дички и жердели вырастут утверждает исакова и это же понимаете может быть я и лишний раз я пинаю но она первое начало она меня обвинила в том что это обман и фарлатанство вот то что я сейчас предложу у вас вырастут дички и жердели но если вы свяжетесь с абрикосами то есть жердели то есть вот абрикосы 100 120 грамм взяли косточки и выросли жердели вы это поверите у него же еще папа есть в этой косточке еще папа есть а папа не менее благородного вот оно есть видите как свободное перекрестное пыление ну и что а если манджолиса полет вместо 120 грамм или 100 грамм будет 50 или 30 ну и что это садичок а море серафимы артемы вот это все дички что благороднейшее создание вам такое не снилось вы никогда их не вырастите сами почему потому что уже судя по тому как вы устекались и деревья что вас портуристы и так выходишь и прямо жаловую команду заважайте